Всем привет, ребята! Вы на канале Собервижн. Очередной муравьиный влог, и в этом влоге мы с вами будем ухаживать за муравьями Компонотус Фитченкой. В этом видео мы с вами откроем им дополнительные комнаты, потому что муравьев стало настолько много, что все они не умещаются в том жилом пространстве, которое у них сейчас есть, и вынуждены тусоваться на арене. Мы с вами уберемся у них, мы с вами покормим их, наполним им поилочку, ну и в целом расскажу, как себя чувствует эта семейка. Собервижн влог! Так, ребята, ну что, давайте первым делом мы с вами немножко уберемся на арене, потому что на арене у нас целая куча тараканов, которые не съедены, которые съедены, их там какие-то тельца сухие, засушенные, поэтому надо все это убрать. Тут, кстати, вот у нас и мусорка сбоку, можете посмотреть. Там на ней тоже достаточно много кого есть, поэтому мы с вами сейчас все это дело уберем. Ну, а начнем уборку мы не даже не с арены, а с того, что протрем формикарий, потому что формикарий у нас достаточно пыльный. И чем я убираю эту пыль? У меня, ребята, есть спирт, ну конкретно вот такая вот бутылочка спиртуса 95%-го. Ей я предлагаю и намочить салфеточку, прям вот так вот чуть-чуть смочим одну сторону и протрем акрил, потому что если протирать обычной водой, то, как правило, все равно остаются, ну даже если мы берем осматическую воду, все равно остаются какие-то разводики. Ну и все равно придется несколько раз водить тряпкой, пытаться эти разводы убрать. В общем, так, супер чисто, супер хорошо. Почему-то никогда водой, по крайней мере, у меня не получается протереть. Не знаю, может быть, у вас как-то это выходит лучше, но вот спиртик мне больше всего нравится. Спиртом оттирается, если скотч где-то здесь у нас что-то мы фиксировали там при перевозке или еще какие-то обстоятельства вынудили нас использовать скотч. Поэтому спирт, он, как правило, хорошо все оттирает. Протираю спиртом и потом уже второй раз можно пройтись вот сухой тряпкой. Какие-то есть у нас есть подтеки, остатки, протереть. И также здесь сухой тряпкой сверху пройдем, ну сухой частью тряпки. И также поверхность, верхнюю часть гнезда протрем. Здесь у нас вот какая-то грязь прилипла. И подсушим, вытрем ее тоже сухой частью тряпочки. Итак, уборка арены. Для этого я использую всего лишь пинцет, больше ничего не использую. И сейчас я соберу основную массу тараканов, которые у нас здесь выкинуты, уже валяются. И уберусь вот на этой куче, так называемой, свалочки, помойки. Тоже отсюда все уберу, какие-то головы от таракана, есть умершие муравьи, остатки от коконов. И самое интересное, что у нас вот здесь вот есть таракан, который застрял прямо во входе в гнездо. Его тоже оттуда нужно будет убрать. Кстати, у нас еще есть таракан, который лежит у нас вот здесь вот прямо в гнезде тоже. Не знаю, я его отсюда не смогу убрать. Хотелось бы, чтобы муравьи уже поскорее бы все-таки вынесли бы отсюда. Так, давайте начнем убираться с арены. Для этого я возьму сейчас листочек бумаги, положу рядом, и туда буду сбрасывать весь мусор. Сразу первый таракан, и получилось так, что с муравьем. Блин, вообще очень красивые муравьи, ребята, посмотрите, какой он светленький весь. Очень красиво выглядят муравьи у компонотов с ветчинкой. Прямо завораживают. Можно наблюдать за ними очень-очень долго. Интересный очень их внешний вид, необычный. Так, давайте мы его отправим домой и продолжим уборку. Ну что, ребят, вот я убирался у них на помойке. И увидел, что возле помойки, или даже прямо в самой помойке, лежит у нас живая личинка. Вот и один из рабочих сейчас пытается то ли покормить, то ли понять вообще, что такое, почему она находится на помойке у нас. Я бы чуть-чуть, вот ее буквально не подцепил, не выкинул. Странно, почему у нас личинка лежит на помойке. Ребята, вы чего? Смотрите, он постоял на нее, посмотрел и ушел дальше. Почему? Непонятно. Так, я пытаюсь смотреть в камеру, поэтому не могу сориентироваться. Ну вот она шевелится. Фокуса нет. Все, вот смотрите, шевелится. Почему они ее выкинули? Ладно, положим здесь. Пускай здесь лежит. Продолжим уборку. Ну что, ребята, закончил я убираться у них на арене. Не прям каждую лапку я пытался подцепить. Примерно ушло мне на всю уборку около пяти минут. Нашли мы даже с вами личинку, которая сейчас где находится, кстати. Все-таки, наверное, они ее забрали. Да, не знаю, почему она лежала у них на арене. Может быть, вы носили ее подсушиться. Может быть, еще что-то. Ну вот прям даже не на арене она у них лежала, а прямо на помойке, потому что я разгребал помойку и подцепил случайно ее. Только тогда я обратил на нее внимание. Прямо не до каждой лапки, видите, я здесь убирался. И в целом вы видите, сколько у нас муравьев тусуются на арене. Это может означать только одно, что пора расширять жилое пространство. Но, забегая вперед, посмотрите, ребята. Вот эта камера, не знаю, почему она им так не полюбилась, но здесь не так много муравьев тусуются. Всего два муравья. Остальные камеры, да, забиты достаточно плотно. И большое количество муравьев гуляет на арене. Это значит, что пора расширять пространство. А давайте мы прямо сейчас это и сделаем. И я вам покажу, какую кучу мусора я у них забрал. Делается это очень просто. Сдвигается перемычка. Ну, в общем-то и все. Жилое пространство у них открыто. Осталось еще увлажнить у нас гипс, чтобы муравьям было более комфортно заселяться в новое пространство. Для этого наберем шприц 2 мл воды и зальем в камеру. Я думаю, 2 мл пока будет достаточно. А пока гипс намокает. И муравьи вообще пока никакого внимания не обращают на предоставленное новое пространство. Видно, как гипс начал у нас намокать. Пускай гипс вбирает в себя влагу. А я вам покажу, какую кучу я у них умудрился нагрести. Посмотрите, тут и тараканчики у нас есть. Всякие части от тараканов. Есть у нас здесь и коконы вскрытые. И вот есть даже и муравьи. Это даже, наверное, не просто у нас рабочие. А это такой, наверное, полусолдат. На самом деле здесь он не один. Я здесь видел и других еще. Ну, так не очень хорошо видно, потому что здесь все в куче. Ну, здесь больше даже вот частями. Больше частями есть вот какие-то попки муравьиные, так сказать. Все в куче. Так, ну, а тем временем у нас гипс намокает. И муравьи продолжают игнорировать открытое жилое пространство. Так, ребят, я еще что сделал? Я поменял им поилку. Набрал сюда новую воду. Поэтому поилочку я сейчас помещу. Желательно аккуратно, чтобы никого не придавить на арену. Так. Живые все муравьи. Вроде все живые. Поместил поилочку я на арену. О, ребята, посмотрите. Вот он первый разведчик, который обнаружил открытое жилое пространство. И обнаружил здесь комфортные условия для проживания. Гипс влажненький. Первый разведчик прибежал сюда, чтобы изучить, посмотреть. И после этого уже, я думаю, что пойдет потихонечку все новые и новые партии разведчиков сюда. И в конечном итоге, я думаю, что все-таки именно в эту камеру, а даже, наверное, вот в эту маленькую камеру, переедет наша королева, которая, в принципе, и находится в самой дальней, самой такой закрытой, маленькой камере. Мы видим, что здесь, ну, это достаточно для вот этого вот гнезда, была самая дальняя, самая закрытая камера. Имеется в виду, что именно с гипсовым полом. Потому что вот с таким вот полом маточка не любит сидеть. Она любит, чтобы у нее были такие комфортные, влажные условия для нее. Поэтому она выбирает именно это пространство. Я набрал сироп сахарный. 5 миллилитров. Ну, все, естественно, им давать не буду. А накапаю в нашу импровизированную тарелочку из фисташки несколько капель. Там уже есть какой-то застывший, остатки застывшего сиропа. Ну, ничего страшного. Добавим им сверху несколько капель сиропа туда же. Я думаю, столько достаточно. Для того, чтобы муравьи смогли подкрепиться. Вот мы уже видим, что первые рабочие обнаружили сахарный сироп. И начинают активно его поглощать, набивая свои животики. Но в целом вы видите, что животики у муравьев совершенно не пустые. Такие полузабитые. А может даже и не полузабитые. Муравьи абсолютно не голодают у меня. Хоть я их кормлю где-то, наверное, 3-4 раза в неделю, тем не менее. За это время они успевают запастись запасом еды. Запастись запасом еды. Масло масляное. Запастись едой. И поэтому вы видите, что у них запас еды есть. Интересно, они так брюшкам своим трясут, когда чего-то боятся или как-то общаются с кем-то таким образом. посмотрите на жвалы и на голову вот этого солдата. в целом на филах чем-то не напоминает. Как-то они, видите, общаются между собой, потрясываются, сами трясутся, брюшками трясут. Ну, а здесь уже вовсю муравьи лакомятся вкуснейшим сахарным сиропом. Давайте посмотрим, что у нас с изучением жилого пространства нового. А вот уже видите, что первый муравей добрался до самой, до самой крайней точки жилого нового пространства. А в целом, если мы посмотрим... Так, ну, потихонечку ребята начинают осваиваться. Потихоньку, полегоньку. Тут у нас получается две камеры с гипсовым полом и будет две камеры без гипсового пола. Посмотрим, какую часть муравьи все-таки займут. Потому что начинают уже наши муравьи бомжевать и находиться на арене. Раз мы увлажнили и наше новое жилое пространство, давайте увлажним немножко еще и то пространство, где муравьи живут. По чуть-чуть, потому что я буквально, наверное, когда дня три назад его увлажнял. А в целом я провожу такой ритуал раз в неделю. Добавляю вот в первую часть один миллилитр воды, сюда полтора миллилитра воды, ну и сюда буду добавлять два миллилитра воды. Этого вполне достаточно, чтобы недели муравьи спокойно здесь жили и чувствовали себя прекрасно. Плюс у них всегда находится поилочка, которую, правда, я периодически забываю обновлять по мере пересыхания. И в крайнем случае они всегда с этой поилки, если в ней есть вода, они смогут взять себе воду. Но пока таких случаев не было, чтобы здесь был какой-то крайний капец, и муравьи начинали дохнуть от того, что у них не хватает влажности в гнезде. И, ребята, хочу обратить особое внимание на цвет муравьев. Компоноту с ветчинкой. Желтенькие, красивые. Очень-очень-очень привлекательные. Можно даже сказать, прям аппетитные. Тут уже вовсю пошел трофалаксис. Муравьи обмениваются добытым сиропом. Ну и в целом, посмотрите, у всех брюшки заполнены едой. Это даже не вот этот сироп, который они еще в целом не успели активно попить. Это все предыдущие кормления. И вы видите, что еще у нас муравьи продолжают все-таки находиться на арене. Я надеюсь, что в самое ближайшее время они все-таки освоят вот это новое жилое пространство, которое я им предоставил. Обязательно не забывайте подписаться на канал, и вы в скором времени узнаете, что же с этим жилым пространством у нас случилось. Все самые свежие новости я выкладываю в Телеграм-канале, поэтому подписывайтесь также и на Телеграм-канал. А на сегодня, ребята, все. Такой сегодня получился муравьиный влог про муравьев Компоноту с пичинкой. Спасибо, что посмотрели это видео. Всем пока и всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok